Вся информация и видео опубликована на нашем сайте, взята из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. Премьер-министр Армении Никол Пашинян. На столе переговоров, как сказал глава МИД России Сергей Лавров, лежит документ, предусматривающий поэтапный план решения конфликта. По имеющейся у Жирайра Сефеляна данным, нынешнее правительство собирается передать бразды правления страной, кругам послушным Кремлю, состоящим из представителей прежнего предательского и преступного режима, цитата по ереванской газете «Аравот». Недовольство России, как уже сообщала Медиа.Ас, проходит красной нитью в большинстве выступлений армянских аналитиков и политиков. Звучат уже и угрозы в адрес Николы Пашиняна. К примеру, бывший посол Армении в Ватикане, зять экс-президента Сергея Сарксяна Микаэл Манисян, заявил, что Пашинян лично ответит за согласие на поэтапный план решения Карабахского конфликта, преступное бездействие и воровство из бюджета. Вопросы задает и бывший глава службы в нацбезопасности Армении Артур Ваницен, ставший с недавних пор жестким критиком армянских властей. Цитата «Вокруг чего идут переговоры в Карабахе о поэтапном или пакетном решении». Именно с неудобными вопросами в адрес армянского премьера Ваницен связывает обвинения в свой адрес. Но общая суть реакции в Армении на происходящее вокруг карабахского урегулирования – непонимание. Никол Пашинян говорил об одном, а на самом деле ситуация иная – формулы Лаврова уже назвали продолжением политики Ленина-Ататюрка. Армянский дипломат Арман Новосардян назвал «миацум», то есть присоединение Карабаха к Армении, единственным путем. При этом он предложил вариант конфедерации. По его мнению, это можно оформить после окончания пандемии коронавируса COVID-19 в рамках ожидаемых геополитических трансформаций. О том, что эти трансформации могут привести как раз к возвращению оккупированных районов Азербайджану, Арман Новосардян, судя по всему, не подумал. Сейчас обсуждаются многие сценарии. В интервью Arm.Info президент научного общества Кавказоведов Александр Крылов предположил, что можно ждать войны на истощение. В этом контексте принципиальное значение, по мнению Крылова, приобретает степень эффективности борьбы властей Армении и Азербайджана с эпидемией коронавируса, преодоление ее многочисленных разрушительных последствий. Эксперт увязывает возможные изменения в соответствующем балансе сил в посткоронавирусный период со степенью успешности этой борьбы. Коронавирус укрепит позиции той стороны конфликта, которая понесет наименьшие потери от его эпидемии. И армянские эксперты, к примеру, Гранд Микайлян, уже говорят, что динамика распространения коронавируса в Армении, Грузии и Азербайджане не в пользу Армении. Цитата, в Азербайджане наблюдается снижение количества случаев, о чем свидетельствует график с нормальным распределением и с удлиненным хвостом справа, как и должно быть в странах, заканчивающейся эпидемией. Отметил Гранд Микайлян, составивший график. Тем временем, член комитета Карабах Альберт Багдасарян в интервью ереванскому изданию ТЭРТ заявил, что армян водят за нос, чтобы добиться уступок. Не стоит ждать отчета от Пашиняна. Это может быть лишь потоком слов, деликатно преподнесенной лужью. Я верю, что на столе лежит документ. Он станет предметом многочисленных игр для оказания давления со стороны. Но Лавров сказал ту часть правды, которая необходима для одноклеточных анализов. О власти Армении, как всегда, лгут. Альберт Багдасарян подчеркнул, что Никол Пашинян упустил исторический шанс добиться проармянских изменений в карабахском вопросе. Виноват, впрочем, не только Никол Пашинян, но и Россия, которую армянская сторона традиционно обвиняет во всех своих бедах. Кстати, в этой связи интересны подходы к урегулированию карабахского конфликта представителей сепаратистов. Масей Смаэлян, вышедший во второй тур так называемых выборов в Карабахе и проигравший другому представителю сепаратистского режима, отверг любую возможность уступок. Лидер карабахских сепаратистов Араик Арутюнян придерживается той же позиции и говорит о том, что армянские и азербайджанские народы достойны жить в мире. А иначе, как пригрозил Араик Арутюнян, они нанесут непропорциональный контрудар. Ну а ранее Арутюнян четко и однозначно заявлял, армяне не доверяют России.